Посмотрим случай, когда у нас при работе с GNS3 виртуальная машина не поддерживает КВМ-виртуализацию. Это может быть в нескольких случаях, но, например, у нас macOS на М1 и М2 запрещает передавать виртуализацию внутрь виртуальной машины, я так понимаю, не Apple. И на Windows 11 такая же проблема была, впрочем, не могу точно сказать, устранена она или нет, но была. Итак, у нас проблема выглядит таким образом. Поддержка КВМ отсутствует. Мы запускаем GNS. Так, давайте мы откроем и запускаем, пытаемся запустить что-то GNS. Итак, и тут мы увидим, что нету, собственно, девайса, где в КВМ, то есть КВМ у нас не поддерживается, а КМИ у нас настроен на работу через КВМ для ускорения. Поэтому запустить мы не можем ничего. Ну и тут сразу написано решение, которое мы должны сделать. То есть в файле GNS3.server.conf мы должны написать Enable KVM.false. То есть отключить KVM. Давайте мы выключим GNS3. Пока нам не нужен. Нажмем ОК. Конфигура вот сервера. Собственно файл конфигурации сервера. Пишем секцию KMU3. Enable KVM.false. И строчку добавляем. Ctrl-X. Сохранить. Yes. Enter. Ну вот, собственно, мы и сделали. Теперь давайте перегрузим виртуальная машина. Вот тот же самый KVM Support Tools. Запускаем GNS3. Опять открываем наш проект. И запускаем КВМ. Запустилась. Консоль открываем. И вот видим KVM. Консоль подключилась. Ну, это просто, как называется, консоль. И начинается загрузка образа. Но при этом хочется сказать, что, конечно, нагружает она большим. Виртуальная машина. Виртуальная машина. Виртуальная машина. Да, вот тут хорошо нагружает. Нету оптимизации при загрузке нескольких виртуальных машин подобных. Но, в принципе, работа есть. То есть вот так вот можно работать. Ну, наверное, есть смысл использовать для виртуализации какое-то другое железо. Ну, вот на этом и все. А сзадиом. Непартамента.